Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов, сегодня пятница, это значит пришло время посмотреть на 5 новых андроид игр, которые я для вас отобрал. Начать сегодняшний выпуск я бы хотел с игры под названием LEGO Star Wars Force Builder. Основная часть геймплея данной игры заключается в сборке своих космических кораблей. Делается это с помощью соединения различных частей, таких как корпус, крылья, турбины и конечно же лазерные пушки. Поначалу количество элементов будет весьма мало, но помогая другим героям в починке и улучшении их кораблей, вы сможете разблокировать новые элементы. Помимо сборки и помощи другим, вы также можете испытать свой корабль в действии, в небольшой мини-игре, которая представляет из себя туннельный раннер. Однозначными плюсами игры является графика, возможность сборки собственных кораблей, а также отсутствие рекламы и доната. Ну а к минусам можно отнести, пожалуй, что ее жуткую однообразность. Вторая игра называется The Running Dead. Она представляет из себя аркаду, в которой нам предстоит играть за бегущего по фермерским угодьям зомби. Управление в игре стандартное. С помощью свайпов мы можем менять полосу движения, а также осуществлять прыжок. На пути вашего движения будут попадаться монетки и бонусы, которые, разумеется, необходимо собирать. Бонусы бывают нескольких видов. Это бомба, щит, магнит, ускорение, а также множитель дистанции и монет. За счет собранных денег вы можете улучшить каждый из видов встречаемых на локации бонусов, ну а также разблокировать новые скины для центрального персонажа. Одной из особенностей игры является необычно реализованная полоса движения, которая за счет своего искажения выглядит потрясно. Кстати, игра от разработчиков из Харькова, и если они продолжат допиливать ее, то, на мой взгляд, за ней неплохое будущее. Третья игра называется Pool My Tongue. Это великолепная головоломка, в которой вам предстоит помочь Хамелеону добраться языком до попкорна. В графическом плане игра выглядит весьма симпатично, мило и забавно, что однозначно можно отнести к плюсам. Также несомненным плюсом является ее геймплей, который построен на вытягивании языка Хамелеона, избегании препятствий и сборе звезд. Игре удается не только заставить напрячь вас все свои звильны, ну а также улыбнуться. Всего в данный момент в игре присутствует 5 глав, которые суммарно состоят из 90 уровней, которые постепенно будут усложняться и обзаводиться новыми игровыми элементами. Следующая игра это хардкорный экшен под названием Pacific War Air Combat. Здесь, управляя самолетом, вам предстоит проводить спецоперации в весьма ограниченном районе. Цель игры заключается в том, чтобы продержаться на поле боя как можно дольше, и при этом уничтожить максимальное количество самолетов противника. Сложность будет вызывать малый размер локации, за пределы которой вылетать нельзя, присутствие высоких зданий и сооружений, а также системы ПВО и самолетов противника. Поначалу игра будет жутко бесить, так как продержаться более 10 секунд будет довольно трудно. За каждый вылет вы будете получать награду, которая будет отличаться в зависимости от времени игры и количества подбитых самолетов. Деньги в игре могут быть использованы в двух направлениях. Это разблокировка новых локаций или покупка новых скинов. Плюсами игры является графика, а также высокая динамика боя, а к минусам я отнесу излишнюю сложность и малый размер локации. Завершая сегодняшний выпуск сериалистической аркады от братьев-поляков, которая называется NoFing. По сути это раннер, но такого психодела я не видел давно. Игра рассказывает нам историю о офисном клерке, который отправился с неким посланием королеве льда. Звучит достаточно абсурдно, но собственно и сама игра это полный абсурд. Геймплей игры достаточно прост, нужно нажимать на экран с той стороны, куда нам необходимо совершить поворот. Локации в игре наполнены различными сериалистическими объектами, глюками, постэффектами, а также в игре постоянно меняется цветовая гамма. Одним словом, игру хочется назвать сном наркомана, иначе происходящее просто невозможно объяснить. На этом на сегодня всё. Благодарю всех за просмотр, не забывайте поддерживать мои обзоры лайком и подпиской. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok